Добрый вечер! И по традиции привет вам от всего авторского цеха студии Квартал 95. Я сегодня каратенечко, у меня буквально пару мыслей. Спасибо. Просто скоро Новый год, а в Новый год принято входить без долгов. Поэтому хочется поблагодарить тех людей, перед которыми мы действительно в долгу в этом году. Это перед нашими зрителями, перед теми, кто нас смотрит по телевизору, перед теми, кто приходит в зал. Спасибо вам. У нас непростой был год. Помните вот эта вся волна в Фейсбуке, которая, ну когда, как они смеют так шутить, да, столько комментариев, когда каждый, как мог, разъяснял нам, что на самом деле мы имели в виду, когда шутили. Вот. И все это было так долго, так много, что мы в какой-то момент даже сами начали думать, что если бы не мы, то в стране бы сразу все наладилось. Вот, да. Но потом был концерт, опять был полный зал, вы снова пришли, и мы поняли, что те, кто про нас пишут, и те, кто нас смотрит, это совершенно разные люди. Да, и спасибо вам, что вы не из Фейсбука, что вы настоящие, реальные, вас можно увидеть, услышать. Спасибо вам. Спасибо, хочется сказать каждому из вас отдельно. Большое спасибо тем зрителям, которые вовремя приходят в зал. Вас немного, но это очень приятно, потому что именно вы начинаете концерт. Спасибо тем, кто опаздывает. Это немножко отвлекает, но когда вот тут вот начинает. Женщины, это 14-е место в одном. Да вот же написано, это 14-е. Мы это все слышим, видим, и знаете, приятно ощущение, что мы такой элитный вуз, и у нас конкурс, несколько человек на одно место. Даже вот тем зрителям, которые даже не заходят в зал, а весь концерт сидят в буфете с коньячком. Нет, такие действительно есть, их легко вычислить. Вот пустое место, да, а рядом сидит женщина, и она весь концерт смотрит не на сцену, а на дверь. То на эту, то на ту, да. Вот этим людям тоже спасибо, потому что благодаря вам мы просто крутимся в этом всем, да. А благодаря вам понимаем, что кроме юмора в жизни есть и другие интересные вещи. Коньяк тот же, да. Отдельное спасибо вот этому мужчине, который каждый раз в начале моего выступления кричит, Валера, давай. Сегодня он не пришел, видимо, я прошлый раз. О, да. Нет, вы трезвые, это не вы, да. Приятно, что вы все весь этот год были с нами, находили деньги. Билеты же стоят недешево, я это как бы знаю. Нет, да. Мне нравится мужчина, сидит, кивает, да, да, да. Я просто как будто я не знаю, что весь седьмой ряд это пригласительные, да. Кстати, вот лицо у вас не знаю, вы, наверное, вы чей-то врач, да, просто у вас очень, ну, умный взгляд и в то же время грустный. Вы, видно, что вы долго учились, а сейчас думаете, нахрена, да. Я, ну, у нас просто всегда на лучших местах сидят наши врачи. Когда мы только начинали выступать, у нас сидело максимум пару стоматологов. Сейчас педиатры уже появились, да, кардиологи. Есть даже вот те, которые по радикулиту, да. Есть один пластический хирург. Я не буду говорить, чей он. Но, если честно, вот грудь, которую он сделал, мы себе как-то по-другому представляли. Я шучу, у Юзика все натуральное. Несколько пригласительных, это всегда мы даем нашим футболистам, мы их всегда очень рады видеть. Единственное, когда мы им даем билеты, они нам тут же дают билеты на свой матч. Вот, и если им у нас смеяться можно, то нам у них почему-то нельзя. Хотя иногда, да, бывает, что очень хочется. Лучшие места раньше у нас занимал весь наш политический бомонд. Вот, на некоторых концертах явка была даже выше, чем на заседаниях. Вот сейчас почему-то не ходят. Оно и понятно, в принципе, в стране такая ситуация, что особо не до смеха. Поэтому веселиться, они, как правило, ездят или в Италию, или в Испанию. Вот, там и теплее, да, и журналистов нет, и лепсу туда можно, да. А бывало, помнится, даже Петр Алексеевич к нам несколько раз заходил, аплодировал, смеялся совсем. Сейчас что-то не ходят. Наверное, про Януковича мы все-таки смешнее шутили. Арсений Петрович помнится не то, что в зале, он даже на сцену с нами выходил. Старожилы должны помнить, говорил шутки, участвовал реально в номере. Я покопался в архиве даже, нашел видео за 2008 год. Вот, посмотрите. Арсений Петрович Яценюк. Дорогие друзья, в первую очередь я хотел бы вибачиться перед этими неймовірно талановитыми людьми. Кемье 95 квартал. Вибачитесь за те, что протягом року я очолюю конкурирующую фирму. Вот такой вот, да, молодой был, заводной. Локон у него еще тогда был, да. Ну, в политике он тогда был не самой главной фигурой, а на сцене себя уже чувствовал уверенно. Вот, и нравилось ему, и получалось. Вот жалко, что не удержали мы его в своем коллективе. А шанс был. Да, и тогда, может быть, судьба бы, конечно, по-другому сложилась. И не только у него, и у всех нас, да. Сейчас первые ряды приходят с семьями. Это такие обеспеченные мужчины. С женами, с детьми. С женами, похожими на детей. Да. Ну, просто есть такие пары, да, когда ей уже 19, а ему только 57. То есть еще пару лет, и уже непонятно, кто за кем ухаживает, да. Вот, но мы их тоже рады видеть. Рады видеть тех, кто приходит не с женами. Мужчины в таких парах, как правило, очень скромные люди. Они настолько скромны, что перед концертом лично подходят к каждому оператору и просят, чтобы его не показывали. Мы рады вам всем. Мы очень рады, когда вы приходите, рады, когда вы смеетесь. Когда вы не смеетесь, мы тоже рады. Для нас это важно. Мы из этого делаем какие-то выводы. Например, когда молчит балкон, мы понимаем, что эта тема народу не очень интересна, да. Когда весь зал смеется, а седьмой ряд нет. Мы понимаем, что не надо больше этим людям давать пригласительные. Есть такие зрители, которые, знаете, весь концерт сидят с каменным лицом. Потом в конце встают и говорят, да, это был самый смешной концерт в моей жизни. Вам приятна ваша оценка в конце. Ну, представьте, что вам в постели с таким же лицом, говорят, да, я никогда не ощущал ничего подобного. Спокойной ночи. Да. Есть такие, кто три часа отсидел, как положено, но вот как только начинается финальная песня, они уже в дверях. Ну, как бы это ваше дело. Ну, вот так же опять по аналогии с сексом хочется вам искренне пожелать, чтобы когда до финала оставалась минута, да, чтобы она так встала, говорит, ну, в принципе, ж понятно, чем закончится, да. Поэтому, как бы, да, ты продолжай, а я, может быть, еще на метро успею, да. Собственно, мысль, к которой я все это веду, вот принято говорить, что я сегодня вечером иду смотреть концерт. Это не так. Вы идете не смотреть концерт, вы идете в концерте участвовать. Потому что все, что мы делаем здесь, мы делаем вместе с вами. Поэтому, если что, то и отвечать за это тоже будем вместе. Ну, и так как с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь, мы с вами еще на один год как минимум повязаны. Так что, с праздником вас, до встречи в 2017-м. Спасибо большое. Тамбовский! Ваши аплодисменты! Добрый вечер! Как-то меня все более и более витиевато объявляют каждый раз, да. Но я все-таки по традиции передам вам привет от нашего авторского цеха. Привет вам от нашего авторского цеха. Знаете, есть ощущение, что мы с вами живем в такое очень важное время. Реально, страна стоит на пороге чего-то большого. Причем, стоим мы так близко, и оно настолько большое, что сложно рассмотреть, большое оно или большая. Реально какое-то предчувствие чего-то эпохального. Я даже начал вот в каких-то нынешних событиях замечать знаки, такие библейские, знаете, аналогии с какими-то теми историями. Например, вчера вот слушал, как Порубий ведет заседание Верховной Рады, и сразу как-то вспомнил, как в Вавилоне Бог разозлился и спутал людям языки. Юлия Владимировна, это вот четко вот это «встань и иди». А вот список нынешней Верховной Рады, опять же, смотрите, Борислав Береза, Юрий Береза, Ирина Герасченко, Антон Герасченко, Егор Соболев, Сергей Соболев. Это же Ковчег. Они реально собираются парами и, видимо, планируют куда-то отчаливать. И вообще в целом наша власть – это, знаете, такая группа моисеев, которые потихоньку превращают страну в пустыню, чтобы потом 40 лет водить нас по некой счастливой жизни. Я сейчас не только про эту власть, я и про прошлое, и позапрошлое. А знаете, в чем наша проблема? В том, что когда нам что-то обещают, мы почему-то слышим только то, что хотим услышать. И постоянно забываем уточнить некоторые детали. Когда Порошенко шел в президенты с лозунгом «Жить по-новому», почему все вдруг решили, что по-новому – это хорошо? Там ни слова не было об этом. Не обещал он, что будет хорошо. И, кстати, обещание свое выполнил. Если мыслить еще глобальнее, то вот мы всю жизнь в чем-то себе отказываем, как-то ограничиваем, и все это для того, чтобы потом попасть в рай. Кто-то задумывался, чего там в этом раю такого, что ради этого стоит туда так стремиться. Вот как нам его описывают? Это сад, да, там тепло всегда, поют птицы, еда в любом количестве, в любое время. Ну, то есть, по факту, рай очень напоминает такой турецкий пятизвездочный all-inclusive, да? От которого в реальной жизни лично меня начинает тошнить уже на четвертый день. Да, только там еще из территории отеля нельзя будет выходить. Никогда. Есть ремарки, что вот в райском саду каждый обретет блаженство и посвятит себя любимому делу. Хорошо, допустим. Допустим, мой сосед с седьмого этажа попадет в рай. И там, чтобы обрести вот это самое блаженство, он займется делом, которому посвятил всю свою жизнь. Он возьмет дрель и будет вечно сверлить отверстия. Представляете, во что он превратит райский сад, понимая, что там, в раю, в отличие от нашего дома, смерть ему уже не страшна. Да, и сколько эту вечную дрель смогут выдержать другие обитатели рая? Если вот в жизни люди через полгода разводятся просто потому, что один из них любит делать вот так. Не часто там, просто вот где-то раз в сорок минут. Хорошо, если в раю нельзя мешать другим, то чем там тогда заниматься? Шутить нельзя, обидишь. Играть нельзя, проиграет расстроиться. Сексу, я так понимаю, там быть не должно, потому что с чужими это грех, а вечный секс со своей это как-то не по-райски. Вот, то есть, ну, вот что у нас в результате от этого рая остается, да? Это сад, в котором какая-то огромная толпа голых людей, которые совершенно друг другу неинтересны, толпится вокруг фуршетного стола. И максимум, о чем они могут поговорить, это, а вы заметили, что сегодня виноград точно такой же, как вчера? С праведниками все понятно, опять же. Но давайте будем честными, большинство из нас проживает жизнь так, что, ну, вроде бы в ад не заслужил. Ну и так, что прям вечно бесплатно кормить. Ну, вот как, какие условия у таких людей в раю? Это как, вы проходите, а вы, мужчины, извините, у вас только завтраки, да? Причем у таких же в раю, по идее, намного больше, потому что многие начинают вспоминать о Боге уже в солидном возрасте. В церковь ходят в основном бабушки. Знаете, как в институте, да? Я пять лет занимался непонятно чем, но если сегодня ночью поднажать, то красный диплом у меня в кармане, конечно. Допустим, сработало, попали бабушки в рай, сели они в райском саду на лавочку. О чем им говорить? Ты так посмотри, Петровна, какая только что мимо нас верная жена прошла. А мужу не знаешь, кто? Хороший человек. Он храм построил. Это что, для бабушек рай? Отбери у бабушек возможность прополоскать соседей, и в раю на третий день начнутся разговоры, что при Сталине было лучше. Можно сказать, чего ты хочешь, Библию писали давно, сейчас бы все было не так. Возможно. За ад я не переживаю. За эти годы действительно придумали много способов, как заставить человека страдать. Там, испанский сапог, утюг на живот, кредит в долларах под 16%. Ну вот, когда я пытался придумать новый рай, в котором всем было бы одинаково хорошо и при этом без греха, у меня получилась вот примерно такая же унылая муть, только еще везде был Wi-Fi. То есть получается, что человечество за тысячи лет не смогло придумать, что такое для нас хорошо. А мы от наших депутатов требуем, чтобы они это нам за четыре года сделали. Я к тому, что давайте на следующих выборах не будем голосовать за всякую ерунду, которую нам предлагают, а спокойно поймем, что нам хорошо. Составим список. Квашеная капуста, тысяча долларов зарплата, за то, что сверлят утром расстрел. Ну там, ну и вот как бы по списку. Повесили список, позвали кандидатов. А говорим, ребят, вот, пожалуйста, кто возьмется? А дальше уже по-библейски. Выполнил на тебе садик, на тебе птички, на тебе бесплатное питание. А если пообещал, но не сделал, будь добр, вот отдельный котел с подогревом. И чтобы не было скучно, напротив вот так сидит мужик по пояс в кипятке. Ничего не делает, просто раз в 40 минут так. И вот, да. И тогда, возможно, заживем мы, может быть, не по-райски, но хоть чуть-чуть по справедливости. Так что давайте на следующих выборах придумаем что-нибудь похожее. Спасибо вам большое. Валерий Житков. Валерий Житков. Тобовский волк. Тобовский волк. Тобовский волк. Тобовский волк. Добрый вечер. Привет вам всем от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Они сейчас в офисе, работают в Киеве. А я вот выехал посмотреть, как тяжело приходится нашим артистам. Да, им действительно приходится тяжело. Но что могу сказать? Я впервые на этой сцене, вообще впервые в Латвии, очень долго планировал сюда приехать, собирался. Копил латы. Вот, накопил, да, приехал. Вообще мне очень понравилось. Курорт, отдых, свежий воздух, сосны. Все замечательно. Немножко дороговато, конечно, но с другой стороны, чего удивляться. Вот если обратили внимание, на гербе Латвии сверху есть такие маленькие три звездочки. Да это как бы намек к приезжим, что здесь не все включено. Да, и за мини-бар придется платить отдельно. Что касается моря, то зря на него наговаривают. Замечательное море, очень удобное. Так вот, разбежался, присел и поплыл. Вообще уникальное море. Наверняка слышали, что миллионы лет назад животные вышли на сушу из воды. Я думаю, это было где-то здесь. Потому что здесь выходить реально удобнее. Они выбирались из глубины на берег и по дороге потихоньку эволюционировали. Времени у них было предостаточно. Что касается местного населения, очень дружелюбные, приветливые люди. Можно на улице подойти к любому латышу и приятно с ним пообщаться. Не факт, что он с тобой будет разговаривать. По поводу того, что латыши не понимают русский язык. Вообще у них эта функция есть. Просто ее нужно уметь правильно активировать. Задаем латышу вопрос. Например, как пройти на Йомас. Если латыш не отвечает, говорим секретный пароль. Я не из России, я из Киева. Если после этого латыш хитро прищурился, значит, процесс загрузки приложения начался. Вот в этот момент помогите латышу. Скажите, Киев — это Украина. И он сразу получит возможность с вами общаться. Если после фразы «Киев — это Украина», латыш продолжает молчать, значит, это турист из Ивана Франковска. Есть такое мнение, что жители Прибалтики медленно говорят по-русски. На самом деле это не так. Они говорят немедленно. Они говорят через силу. Им приходится заставлять себя это делать. Еще один стереотип — это, скажем так, неторопливость местного населения. Это все ерунда. У меня здесь живет один знакомый. Мы сегодня с ним сидели в кафе. Так вот он мне рассказал, что вот это все промедлительность латышей. Это все мифы и выдумки. Мы с ним на эту тему разговаривали долго, наверное, минут сорок, пока официант нес нам пиво. Пиво, кстати, он все-таки принес. Спросил, будете что-то еще? Я сказал, нет, спасибо, у меня завтра самолет. Вообще, меня, конечно, удивило пиво по три евро за вот такой бокал. Да, здесь, в Латвии, чтобы стать алкоголиком, нужно сначала нормально вложиться. А вообще на улицах чисто, спокойно, тихо. Латвийцы — очень законопослушный народ. Правда, и среди них попадаются такие, знаете, отчаянные сорвиголовы. Вчера в Риге видел одного такого. Вообще, здесь курить можно не ближе десяти метров от общественного места. Но этот, видимо, решил поиграть с законом и отошел от ресторана, ну, максимум на девять с половиной. Причем полиция на другой стороне улицы, а он такой дерзкий стоит, сигарету в руках мнет. Поджечь он ее так и не решился. Но адреналинщика, я думаю, хватанул, конечно. Да. Еще здесь, что меня заинтересовало, в Латвии есть такое понятие, как неграждане. Это вполне реальные люди, у них есть даже свой официальный документ. Он так и называется — паспорт негражданина. Странное, конечно, название. Звучит примерно как «медаль за то, что не спас утопающего». Но, как правило, в основном это русские, белорусы, украинцы, которые приехали в Латвию после сорокового года и не успели уехать после девяносто первого. Я хочу обратиться к местному населению. Ребят, уже двадцать пять лет прошло, а они не успели уехать. Чем они вам не латыши? Что касается полноценного латвийского гражданства, то получить его достаточно просто. Для этого сначала нужно совершить подвиг. Ну, например, купить в Латвии недвижимость за 250 тысяч евро. Будьте осторожны, если купите дешевле, то подвиг не засчитывается. Вы получаете временный вид на жительство, каждый год его подтверждаете, и уже через пять лет вы получаете постоянный вид на жительство. Там нужно еще пять лет потерпеть, опять же, отмечаться, платить налоги, работать, и тогда у вас будет возможность получить уже латвийское гражданство. Если, конечно, сдадите экзамен по латвийскому языку. В общем, по сравнению с тем, как сейчас Украину берут в Европу, здесь очень даже легкотня. Для нетерпеливых есть более быстрый способ получить латвийское гражданство. Нужно жениться на латышке, которая жила здесь до сорокового года. Ну, сразу хочу предупредить, что таких заветных невест давно уже разобрали. Кого замуж, кого Господь Бог. В общем, жалко, что завтра уже нужно улетать. За три дня Латвию, конечно, не посмотреть. А для меня еще много загадок и тайн остается. Например, вот в какой момент шпротом отрубают голову? До копчения или уже после? Вот потом, как латыши отличают свою фамилию от другой? Или вот, например, если грек с фамилией Папандополус приезжает в Латвию, ему еще одну «с» в конце добавляют или вот этой своей уже достаточно? Много, много непонятного. Мне, как человеку, живущему в Украине, непонятно, например, почему в соседней Литве армия больше, а такой замечательный курорт, как Юрмала, до сих пор принадлежит Латвии. В общем, я к вам обязательно еще приеду. Да и вы в Украину приезжайте, вам тоже будет интересно. Походите по газонам. Искупайтесь в море. Ну, в смысле, целиком. С пивом по три евро, конечно, будет сложнее, но я попробую организовать. В общем, ждем вас с каким-то вот подобным ответом, а то как-то не по-человечески. Живем в одной Европе, а как-то почти не видимся. Спасибо большое. До встречи. И снова с удовольствием хочу объявить одного из авторов в студии «Квартал 95» Валерия Житкова. Вы знаете, благодаря своему высокому росту, катаясь в Буковеле на подъемниках, Валерий может сойти в любом месте. Итак, встречайте «Тамбовский волк» в Карпатах! Добрый вечер. Привет вам от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Спасибо. Я думаю, всему многочисленному коллективу будет очень приятно. Пожалуй, две самых любимых мои темы для юмора – это все-таки политика и, конечно, женщины. С тех пор, как главой «Нацбанка» Украины стала Валерия Гонтарева, выбирать темы для юмора стало намного проще. Хочу посвятить ей сегодня немного внимания вашего и своего. Тем более, что именно ей мы во многом обязаны тем, что наш нынешний фестиваль проходит не где-то там за границей. Да, на родине. Итак, не секрет, что многие дамы ведут секретные дневники. И вот у Валерии Алексеевны как раз такой дневник тоже есть. Ну, просто, судя по результатам ее работы, свободного времени на ведение дневника у нее предостаточно. Так вот, дневник Валерии Алексеевны Гонтаревой, главы «Нацбанк Украин». День первый. Здравствуй, дорогой дневник. Ура! Я нашла работу. Меня назначили главой какого-то эмоционального банка. Или национального, я не раз слышала. Завтра первый день, надо придумать, что надеть. День второй. Ужас. Почему мужчины такие невнимательные? Вместо того, чтобы оценить мое платье, весь день говорили про какие-то падения каких-то валют. После обеда получила ключи от «Нацбанка» и прозрела. Представляете, в хранилище всего 2 миллиона гривен. Это ж каких-то 10 килограммов черной икры. До чего довели страну? Ем и плачу. День седьмой. Отработала целую неделю, доллар с 8 гривен вырос до 10. Интересно, это хорошо или плохо? День двенадцатый. Я поняла. 10 гривен за доллар – это было хорошо. А вот 12.40 – это уже проблема. День тридцатый. Пора садиться за квартальный отчет. Доллар 13.96. Ладно, подожду еще 4 копейки, легче будет считать. День сорок второй, доллар 15. Шла по улице, узнали валютчики, поймали. Подбрасывали вверх, целовали руки. Любит меня народ. День сорок четвертый. Сегодня шла мимо того же обменника, очень удивилась. Деду лет 80, но по его словам он вытворял бы со мной такое, что и молодые позавидуют. Все-таки любит меня народ. День сорок восьмой. Переходила дорогу, как положено, по пешеходному переходу на зеленый. Три машины дернулись с места. Побежала, спустилась в подземку. Ланос не отставал. День пятьдесят второй. Одиннадцать ноль ноль, звонит президент. Двенадцать ноль ноль. Блин, брать, не брать. Какой же курс ему сказать? Попробую погадать на кофейной гуще. Погадала. На дне чашки четкая надпись. Выкручивайся сама, я с тобой не сяду с уважением кофе. День пятьдесят седьмой. С этой гривной явно что-то не так. Двенадцать ноль ноль. Повесила над дверью в кабинет оберег от нечистой силы. Двенадцать ноль пять. Не могу попасть в кабинет. Двенадцать ноль пять. Вечером не завелась машина. Домой поехала на метро. Хорошо, что ехать недалеко. Что там? Клок волос, оторванная рука в два подзатыльника и я дома. День шестьдесят первый. Пора что-то делать для укрепления гривны. Съездила в церковь, поставила свечку. Не зажглась. Двадцать ноль ноль. Смотрю передачу «Вагитнов шестнадцать». Деточка, мне б твои проблемы. День семьдесят второй. Десять утра. Пришла на работу. Пускай через окно, зато не били. Смотрю новости. Женщина родила восемь детей. Рабочий день остается восьмичасовым. В зоопарк привезли осьминога. Все по восемь. Доллар, сволочь, двадцать четыре. Надо что-то с этим делать. Напилась, включила военгу, плачу. День восемьдесят восьмой. Юбилей. Сотый пропущенный от Порошенко. Скорее бы Украина вступила в ЕС. Говорят, в Европе в тюрьмах телевизоры и кормят хорошо. Вечером пошла к гадалке по поводу сглаза. Теперь на мне еще и порча. День сто пятый. Тридцать первое декабря. Дорогой дедушка Мороз. Сделай доллар опять по восемь. Первое января. Пошел ты, старый хрыч, так и знала, что тебя нет. Двенадцать пятьдесят пять. У мусульман время намаза. Я хоть и православная, но вдруг. День сто двадцать второй. Долго не писала, две недели пряталась на даче у родного брата. Вчера приехал родной брат, прячусь в лесу. От этого маньяка с двумя долларовыми кредитами всего можно ожидать. И, наконец, день сто пятьдесят третий. Я все еще жива. О, великий Будда! Спасибо, что открыл мне глаза. Деньги, бумага, все мирской тлен. Лишь душа бессмертна. Сделай так, чтобы в следующей жизни я вселилась в тело, которое будет заниматься своим делом. С уважением, Валерия Гондарева. Спасибо большое. Валерий Житков! Тамбовский волк! Валерий Житков! Добрый вечер. Привет вам по традиции от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Как видите, много новых тем у нас появилось для юмора. В основном для грустного юмора, но все-таки, какой есть. Меня в последнее время больше всего повеселили, конечно, те помещения, в которых обитала наша бывшая власть. Ну, резиденция в Межигорье. Особенно меня поразил дом прокурора Пшенки. Причем даже поразили не сами богатства, которые там он старательно накапливал, а вот тот неповторимый стиль, в котором эти богатства были распределены внутри его жилища. И если Межигорье сделали музеем, каждый желающий может туда сходить и посмотреть, то как-то про дом Пшенки, я считаю, несправедливо забыли. И эту несправедливость я хочу исправить хотя бы на бумаге. И всех вас приглашаю на экскурсию в дом бывшего генерального прокурора Украины. Под ваши аплодисменты, конечно. Уважаемые туристы, мы начинаем экскурсию по дому бывшего генерального прокурора Украины Виктора Павловича Пшенки. Прежде чем мы войдем внутрь, хочу предупредить, что бывший прокурор жил настолько хорошо, что в предыдущей группе двоим стало плохо. Интерьер дома выполнен в стиле провансальное рок-ко-ко. Это что-то среднее между кафедральным собором в Милане и складом реквизита на киностудии Довженко. Пройдемте внутрь. Первую комнату хозяин называл предкоридорье. Относительно небольшое помещение, в которое обычные гости заходили с улицы, а президенту разрешалось заезжать сюда на автомобиле. Гости заходили в предкоридорье, и пока крепостные снимали с них обувь, они имели возможность оценить коллекцию картин. Пользователи интернет имели возможность увидеть полотно, где генпрокурор изображен в образе Юлия Цезаря. Это далеко не вся экспозиция. Обратите внимание, купание прокурора на красном коне. Пшенка-царевич на сером волке. И Виктор Пшенка убивает сына Ивана Грозного. На мой взгляд, самое интересное полотно – это картина «Охотники и пшенка на привале», выполненная неизвестным художником гуашью поверх оригинала. Картины, скульптуры и гравюры на стенах говорят о том, что бывший прокурор Пшенка не только уважал закон, но и любил искусство. Причем, зачастую, как мы видим, любовь к искусству была сильнее уважения к закону. Пройдемте дальше. Виктор Павлович Пшенка очень серьезно относился к религии. Каждое воскресенье он ходил в церковь и что-нибудь оттуда приносил. Некоторые иконы в его коллекции имеют большую ценность, и такие образцы можно было увидеть только в Киево-Печерской лавре, опять же, до того момента, как Пшенка стал генеральным прокурором. Помимо этих образов, в подвале дома найдена незаконченная икона, где тот же художник той же гуашью пытался вписать поверх святого Николая лик Виктора Павловича. Но, как мы видим, лик прокурора не поместился в размеры иконы. Однако и в таком виде она имеет определенную ценность. Это единственный в мире святой Николай в мундире генерального прокурора. Ну и апогеи религиозной коллекции. Кусок святой плащаницы размером метр на метр с надписью «С днем прокуратуры». Все это говорит о том, что Виктор Пшенка был глубоко верующим человеком. Он глубоко верил, что ему за это ничего не будет. Пройдемте по коридору. Здесь на полочках всякая мелочь и дребедень. К примеру, скрипка Страдивария «16 век». К скрипке двумя саморезами аккуратно прикреплена табличка от работников Луцкой таможни. Это золотой маршальский жезл 18 века, украшенный крупными рубинами и сапфирами. Некоторые считают, что он мог принадлежать шведскому королю Карлу XII. Но это, конечно же, не так. У Карла XII отродясь таких денег не было. Обратите внимание на коллекцию оружия генерального прокурора. Если бы Виктор Павлович не сбежал за границу, он мог бы в одиночку отстоять у России Крым. Многие экспонаты из Дома генерального прокурора бесценны. Однако независимые специалисты оценивают эту коллекцию где-то в 450 тысяч лет с конфискацией имущества. На этом наша экскурсия заканчивается. У вас осталось 10 минут свободного времени. Кто сможет что-то открутить, отломить или отрезать, налетайте. Искусство должно принадлежать народу. Спасибо большое.